Невозможно изменить жизнь, карьеру, достичь успеха, если у вас нет желаний, если у вас нет целей. И вы должны понимать разницу между желанием, мечтой и целями. Вот что такое мечта? Это условия или достижения, которые жаждутся. То есть вы хотите, вы стремитесь к этому, пылкая надежда у вас, желание и цель. Синонимы есть разные. Это воображение, фантазия, вымысел, иллюзия. И как звучит мечта? Я хочу автомобиль. Ну вот, например, вот я хочу автомобиль. Или я хочу дорогой автомобиль. Даже можете назвать марку автомобиля, Mercedes или McLaurin. Не имеет значения, вы хотите автомобиль. Это мечта. Мечта не имеет границ во времени. То есть вы хотите, когда, как, за какие деньги. Просто вы хотите. И мечтать не вредно, но мечта, она как бы распыляется в пространстве. И хотя говорят, что высказываете свои желания, и они будут услышаны, в какой-то степени это правда. Но если в то же время вы не будете ничего делать, не будете двигаться в сторону направления мечты, то, конечно же, мечты могут и не исполняться. Потому что есть другие, более сильные движки исполнения желаний. Это цели. Цели это желаемый результат конкретным, через какой-то конкретный промежуток времени. То есть направление достижения, которого прикладывается усилие. То есть вы не просто хотите автомобиль дорогой. Вы его хотите через три года, или через год, или даже через месяц. Поэтому это как бы построение вашего пути. И вы должны понимать, что это ваши амбиции, это фактически ваш проект, который подразумевает конец исполнения вот этого желания через выполнение ваших целей. Поэтому самая важная цель, это иметь хотя бы одну цель. То есть это начало вашего движения. И если вы хотите улучшить карьеру, это уже цель. Если вы хотите заработать больше денег, это уже цель. И самое важное, не просто где-то, когда-то, но важно поставить временные рамки. Почему временные рамки? А поэтому домашнее задание номер два. Это составить список своих желаний и никаких «но». Каждый раз, когда вы говорите «я хочу, но», вы перечеркиваете свое желание, и оно не осуществится. То есть желать не вредно. Кто вам запрещает желать и хотеть много? И хотеть все, что вы хотите, имею в виду, что все, что создается, все, что вокруг нас, это ведь практически часть нашей жизни. Поэтому если вы хотите чего-то от жизни, желайте откровенно, без всяких «но». И также составьте список своих целей. Потому что очень важно учитывать время, когда вы это хотите. И отсюда уже создается план, а как можно реализовать вот эту цель. Что я должна сделать для того, чтобы это желание, превратившееся в цель, осуществилось. Итак, работайте над заданием. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...